о youtube здравствуйте а это рубрика давай глянем и как вот совершенно случайно спонтанно могут с ребятами сейчас от на стриме на канале вас решили поиграть старую но говорят очень интересную игру this is the police игра про копов полицейских про закон порядок и мафию приятного тебе просмотра мы начинаем русификатор идеальнейший накатил сейчас с первого раза в должен работать день сурка это уже палец вверх кстати прохождение игры зависит от количества лайков 10 тысяч лайков сделаем еще одну серию детстве мой отец всегда говорил мне перед сном что если закрыть глаза и не открывать их достаточно долго все демоны уйдут вчера мне исполнилось 60 стоя до сих пор пользуюсь этим советом не потому что я слишком сентиментален или хочу сохранить память об отце просто я так и не придумал способа лучше конечно чтобы скрываться от всех демонов фридбурга проще никогда не снимать повязку с лица а уж когда встречаешься с репортерами лучше вообще на время ослепнуть так во всяком случае сказали бы вам мои коллеги сам я никогда не боялся пресс-конференций они для меня исповеди неважно как искусно врет твой язык когда тебе задают вопрос у тебя в голове мгновенно возникает честный ответ это помогает мне не забыть кто я такой а то что на следующий день обо всем этом приходится читать газетах это лишь скромная плата даже за исповедь нужно платить звуки прикольная сегодня впервые боюсь ответов которые всплывут в моей голове не потому что я расстроен тем что скоро потеряю свою работу хотя в бешенстве не потому что я подсознательно виню всех вокруг хотя я виню просто меня обязательно спросят что же я буду со всем этим делать а я не представляю но даже не это меня пугает самое страшное я знаю что не буду бездействовать теперь я могу лишь дай озвучка неплохая на за что решусь в следующую секунду много пороков на предсказуемости среди них нет я научился отгонять демонов толпящихся вокруг но что делать когда они пытаются заживо содрать тебя кожу зажмурится сильнее обычного что же еще лучше способа все равно нет надеюсь журналисты решат что меня ослепили фото вспышки мэр обсуждал это со мной типа нового нет без понятия чушь когда полиция вообще с мафия работала когда такое вообще был в какой стране то когда когда как сегодня ваша спина мистер бойт как обычно а как прошла пресс-конференция прочитаешь завтра в газетах ко мне никому не пускать даже мистера кендрика особенно мистера кендрика что интересно все таки они пьют что это за в ту самую секунду когда заскрипела дверь я уже знал кого увижу на пороге когда я прошу ему никого не пускать только один человек может войти без церемонно нагло без предупреждения так мэр роджер сделал вообще все белые летние туфли белоснежные носки белые шорты белоснежная рубашка пола и белоснежная улыбка вечно голодного хищника стюарт роджерс входил в любую дверь как собственник как безоговорочный хозяин всего вокруг даже половицы под его ногами скрипели жалоб необычного казалось что еще одна две корруппированные схемы и за ним по пятам будет следовать демонический огонек в кино влиятельные злодеи контролирующий город играют с судьями в гольф роджерс играл с ними в теннис на этом отличия заканчивались джек я надеялся застать тебя на пресс-конференции а ты так быстро сбежал прикольная озвучка в мэрии нельзя было курить вот я и сбежал ну сегодня утром я подписал указ о запрете на курение во всех общественных местах скоро тебе и здесь нельзя будет курить скоро меня здесь вообще не будет об этом я и пришел поговорить гаража не любят тебя джек так как никогда не любили ни одного шефа полиции на что царская морда не передавай их джек не впутывайся ни в какие истории посиди тихо 180 дней и тебя запомнят как героя это единственное что тебе остается быть героем 180 дней типа до отставки ты что не дашь мне шанса сколотить пенсионный фонд у тебя был миллион шансов обеспечить себе такую роскошную пенсию что даже я бы позавидовал впрочем я никогда не откладывал деньги на пенсию я не собираюсь на пенсию спасибо спасибо за спонсорку 180 спокойных дней джек это все что мне от тебя нужно если у меня не будет проблем я обещаю что у тебя не будет проблем со мной у меня новый ассистент тройстар если захочешь что-нибудь сообщить мне позвони ему только не звони по пустякам я и так его загрузил работой я постараюсь мэр ты конченый по моему не пропитывай дымом весь кабинет скоро он понадобится одному моему другу оба ёбта мак шо ж так ты реально прям конченый извини детка этот номер есть только у мэра господин мэр алло это тройстар да иди нахуй тройстар так это уже становится интересным глава департамента культуры владеет виллой в италии а где-то я уж такое видел заплаты глазки служащих не вырастет в этом году само собой так второй день работы так не рада короче доработать спокойно просто спокойно доработаешь полицейском участке копы не любят перекусывать в кафетерии есть плечом плечом с напарником считается чем-то постыдным чего все штурмуют автоматы с закусками хватают еду и быстро забиваются по своим углам как обгладавшие труп стерветники главное не смотреть друг другу в глаза это могут счесть за приглашение посидеть вместе поэтому в кафетерии обитали только призраки чего франсис кендрик мой зам недавно стал одним из таких призраков после того как на него написали несколько доносов разразился крупнейший в истории фридбурга коррупционный скандал и хотя сами факты взяток не удалось доказать все понимали что дни кендрика и сочтены бумага о которой я тебя просил я хочу чтобы она была готова к вечеру франсис ничего не ответил но я мог его понять призраком не положено разговаривать к тому же я был уверен что у него уже все готово о хочу я бы еще послушал нормально лак на 10 минут задвинули значит так хотите получать подсказки о том как работает игра знаете я я профессии что правильно анал так что да конечно полиция фрибурга значит фрибург это тот штат цель тот город да где мы наверно работаем делится на две смены которые работают день через день в каждой смене есть офицеры реагирующие на вызове и детективы занимающиеся расследованиями ну короче ппс опера окей вы можете свободно перемещать сотрудников задмен смена в другую ну я начальник чаем устрою офицеров и детективов есть несколько важных характеристик профессионализм показывающий общий уровень эффективности полицейского показатель в районе 150 считается средний полицейский не дотягивает до этой отметки не назовешь способным но за тех чей профессионализм заметно превышает среднее значение можно смело положиться ну короче понятно ну как 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 в принципе у данкина на работе то же самое абсолютно общем-то шкала энергии показывает насколько полицейский устал вижу чем меньше у сотрудника сил тем он хуже работает а измутные до предела полицейский рискует заснуть за рулем или совершить критическую ошибку в ходе задания сотрудник теряет одно очко энергии после каждого рабочего дня и установить одно очко после каждого выходного а некоторые характеристики скрыто от вас например одни копы слишком ленивые склонны отпрашиваться домой по любому поводу другие чересчур любят выпить об этом остается только догадываться или делать выводы наблюдая за поведением сотрудников а садомиты нашу а аль капоне недоделанный так не понял мать ты куда в пятью очками нам надо 150 ты кто как посмотреть кто на это что такое для я так понимаю вот это опера это обычные работяги мать ты куда такой о боже господи что два мужа один мужик шаль на смене секса угорать что шить за dream team о алё это черепашки ниндзя самая обыкновенная полицейская работа реагировать на вызовы вам нужно успеть послать копов к месту происшествия до того как исчезнет таймер по отметке на карте вы можете определить откуда поступил вызов чем дальше пункт назначения находится полицейской участка тем дольше займет дорога туда и обратно а значит им дольше копы будут доступны для другой работы недоступны для новой работы опа шо колбаску выносим до сюда самый простой простой способ определить насколько сложнее сложная может оказаться задача посмотреть сколько копов вам разрешают отправить на вызов а подсказочка такая небольшая от игры чем больше слотов разблокировано тем серьезнее предполагаемую угрозу нифигасе здесь что здесь они поймут у ограбление банка чешо на самые рискованные месте также можно отправить команду спецназа но ты их должен сопровождать как минимум один офицер от пожалуйста один день из жизни банкина слоты это еще не все любая доступная информация от места преступления до оружия может подсказать вам насколько а ты короче можешь на какую-то шляпу отправить короче кого-то серьезного то есть может с виду быть серьезно но ты туда отправишь людей окажется что это вообще там какой-то типа неудобняк какой-то получился понял все я понял пустяковый на первый взгляд миссии может всегда обернуться жестокой мясорубкой или вызов может быть вовсе ложным вовсе ложным тогда за руку и срочно в петуша а в отделение чего правильно полиции значит это я понял так два слота а значит поехали а так все собрались жестко побег с места аварии а это вон нам соседям притерли машину и уехал добыл не найдет на их дошли значит так муж женой выходили из магазина и увидели как фургон на парковочке до сдавал назад и сбил бомжа не бомжа а человека без определенного места жительства давайте так вот не будем который копался в урне не копался опрятал ценнейший ресурс правильно еду водитель выскочил на крик но спокойно уехал когда увидел что под колеса попал бомж так я предлагаю сразу жестко поймать и нейтрализовать за закладочку какую-то да ищем это неважно значит так я предлагаю смотри но господи боже мой ну давайте мне интересно что вот эта загалочка тип наверное офицер я не знаю я предлагаю отправить одного офицера с бабкой понимаешь жестко вот так вот пожилое поехали опа сейчас тут начнется так ждем сейчас тот доедет пока время есть нормально нормально они не надо ждать наоборот он сразу отправлять оба драка драка администратор кинотеатра сообщил что на показ фильма гражданин кейн в зал пытался попасть не 3 а по быдло нетрезвый мужчина с доской для сноуборда когда его не допустили в зал он разбил кассиру голову своей доской терят прав отбивается от охранник кинотеатра что совсем я не пойму подожди и хер с ним пусть отбивается может там сейчас охранникова вывезет не буду я пока может охранникова умотает чуть я буду разрулили нормально 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 я сейчас спецназ просто вызову и все так ну чё ну давай двух вот этих от шалопаев отправим да и все так отчет если все сложилось предельно удачно полицейские ловят преступника и никто не убирает что за если дела пошли чуть хуже преступнику удается скрыться при худшем раскладе преступник прежде чем сбежать может убить как гражданских так и копов погибший полицейский не слишком волнует мэрию а вот мертвые горожане бесит чиновников не понял да чувствую этот город этот город отлетит очень быстро ну шо брат сестрой стрепились друг с другом при оглашении завещание погибшего отца мне кажется шляпа 1 отправлю я думаю что какая-нибудь херобора типа 1 оба драка шо 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 разделе тогда что такое да какого хера поля я сейчас спецназ начну вызывать почему от вас все убегает вообще и все что такое сейчас все пойдем на этот на переобучение на переаттестацию чикуда подавсят всех убежали о так стоп трое подростков с охотничьим ружьем ограбили магазин видеокассет ну ладно убегает ничего страшно утащив весь ассортимент фильмов для взрослых глобитец скрылся на машине на продает запомнил номер автомобиля здесь надо посерьезнее сейчас мужик сейчас я не сейчас все сейчас бабка давай сейчас нормально все вот это наша вот это наши сейчас будет все это победное шо прохожий видел как несколько подростков напали на пожилого музыканта отняли не гитару и деньги пожилой музыканда сюда все пошел вызов сейчас пойдет если ситуация кажется копам неоднозначно они могут связаться с вами попросить прямых указаний у дома мисс браун действительно стоит та самая машина а из окна гостиной доносится стоны и громкий смех я сейчас проберусь а по но она 5 всего ребят она прожила счастливую и долгую жизнь преступник пойман все как говорится да нормально все это гетто шо все накрыли ваш этот притон все пошла раскрываемость оптимус правим как говорится да все все шо видели нет как профессионалы работают вопросы есть вопросов нет шо если вы считаете что завтра вам пригодилась бы пара другая лишних рабочих рук вы можете приказать любому копу прийти на следующий день и поработать сверхурочно но тогда не останутся прикреплены к своей смене а ну короче начнется беспорядок это это вообще запросто не понял ты-то от чего устал аль капоне сколько 400 вот эта смена просто элитная я по лицам вижу что это это элит force это морские котики это буквально пау рейнджера о боже раньше когда я просил кендрика задержаться в участие глубокой ночи он смешно ворчал сейчас ему не хватает сил даже на это опустившиеся плечи пустой взгляд сморщенная кожа я совсем не узнал старого друга лучшие свои годы напоминавшего бравого офицера из рассказов киплинга кендрик увидал не только под грузом всеобщего давления но и от нестерпимого стыда говорят когда следователи громили доставшуюся ему от деда коллекцию старинных книг в надежде вытрясти из страниц купюры на лице кендрика бесстрашного полицейского вот этот жесткий мощный ужас я знаком с фрэнсисом 30 лет 20 из которых он осознанно нарушает закон и я точно знаю что с определенного момента каждый украденный доллар стал приносить ему больше страданий чем радости вам наверное кажется безумием что я сочувствую коррупционеру но что поделать таков уж мой круг общения друзья остаются друзья алё у нас тут доносик вчера я обзвонил всех этих людей теперь они в курсе что ты ведешь дела нет если с тобой свяжется кто-то из этого списка и попросит об услуги можешь быть уверен что все чисто а какого рода услуга как мы говорим не волнуйся ничего серьезного как ты и просил так мелкие одолжение оплата разная зависит от дела и от человека сколько ты хочешь успеть заработать по благо миллиона полмиллиона почему не миллион потому что все хотят заработать миллион решил попробовать что-то новое полмиллиона за сто восемьдесят дней можно заработать вполне легально переловив всех преступников в городе и получив все возможные премии так что же ты всех не переловил ладно ты никогда не лез мои дела и я не собираюсь лезть в твои но ты должен помнить что копа которых ты заставишь во всем этом участке рано или поздно донесут на тебя я донесу джек я помню наш разговор но я бы хотел добавить в список еще одно имя кристофера сэнда 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 не бэтмена звучит кристофер джейс энд каждый в городе на этом мафиозник будет стопа дала могут объяснить кто это такой в неприметном пожилом мужчине неизменно носившим стармодные джинсы и вязаный свитер жертвовавшим на благотворительность изредка посещающий светские банкеты в этом страстном охотники и поэти любители сложно было опознать руководителя старейшей и могущественнейшей преступной группировки от пожалуйста кристофер строго следовал порядком заложенным еще его прадедом сэнды редко опускались до банальных убийств и ограблений и устраивать акции устрашения им практически не приходилось они делили сферы влияния между группировками поменьше представляли защиту тем кто в ней нуждался эти давали вали с официальными органами если того требовало дело сады были скорее контролирующей стороной чем непосредственными участниками мафиозный почтительный подход усыплял бдительность два года назад один торговец оружием решил расширить бизнес на соседней территории не получив на это разрешение и вся его семья поплатилась за это за четыре недели сэнда убили 31 человека включая стариков женщин и подростков а люди кристофера позаботились о том чтобы об этом написали в каждой газете фрэнк я не хочу даже чтоб ты произносила плохо джек прошу выслушай меня у меня есть кое-какие обязательства мы договаривались фрэнк это меня не касается никогда не касалась никогда не будет касаться 31 человек прикинь объявил дат своей отставки шляпа и вец какой-то приезжай а я думал сразу заведется сейчас нормально карбюратор на если полицейским слишком устал попросит у вас отгул в любом случае но даже у полного сил сотрудника могут быть причина уйти я сейчас уйду тут сейчас сейчас начнется тут усиление понимаете сейчас я сейчас начнется план банан план перехват и мы тогда все будем работать просто 24 до 7 до сейчас на я давай домой отпрашиваться сраку да не балуйте подчиненок не заставлять против себя ты посмотри а понял перч не пришел на работу сегодня уволен юпта с позором как понять не пришел моя любитель моя любительская группа играет на благотворительном концерте для больных детей можно мне отгул завтра работаем и такое что за отдел конченый помимо характеристику полицейских есть звание у сотрудника низшего ранга не отлучить на карточке ну как я и говорил сотрудник повыше звание носят одну две или три лычки как раз неделю вы получаете одну лычку можете повысить звание любого сотрудника если вы считаете достойно чести вы можете отложить повышение лычка никуда не денется ой 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 повышение звание сотрудник не только растет профессионализме научиться командным качеством если на заданиях рядом с обычным компом будет старше по званию они наверняка справиться лучше обычного а это баф баф на пати плюс к повышенной в звании начинает серьезнее относиться к своей службы все меньше дубы это выпивки отгулах может мне это данкина повысить может он тоже перестанет уже об отгулах думать о по 2 лычки да а вот сраку вам бабку отпустили работаем в три смены начать день поздал поспри не ну с другой стороны вот этих шалопаев от этот смешной какой-то вот этот вот а да а я я я я я а как дать лычку сейчас вот эта смена элитная будет я те серьезно поработаем были рядовой шутник какие ваши доказательства фридбург еще не превратился в городе нужно слушать музыку по указке вы можете выбрать любую пластинку мы потом на ю тубе до выберем пластинку можно так выбрать пластинку что потом вся серия давайте научимся нанимать и увольнять копов дела полицейский участок биржа труда да ладно у вас все определенное количество оплаченных рабочих мест оплаченных на которые вы можете нанимать любых доступно на бирже труда сотрудников слоты ой ой на сосочки расстегнулась это да так политически а где бабка у нас минуса нуля в первой смене где сашни фигасе 470 профессионализм если вы хотите освободить слот вы можете увольться вот этот вот этот сто процентов бухнуть любят если увольнять человека легально никто не задаст вам лишних вопрос можно уволить и нелегально но бы то может пролезть дополнительная разберу стукачок да сейчас мы на задание когда поедем сейчас сейчас мы на заданиях начнем это сейчас у нас несчастный случай на производстве будет опа вандализм а письюны на стенах рисуем позвонил расстроенный настоятель собора сегодня утром он обнаружил что ночью кто-то проник на старое кладбище и тракнул куклу ленин а осуждать надгроби расписаться то не а вот так вот да то есть ну шо давай поехали чё пожилой вызов главный поймайте я вас только очень прошу над поймать уже кого нет поймать ведь и на б пожилой вандализм шо у ее еще вандализм бизнесмен прямо сейчас наблюдается за гна как два подростка царапают на его машине приличный рисунок опа план банан уже горит написали три буквы м у и д вандализм я вас всех уволю понял нет смешной вот ты знаешь кто то знаешь сейчас тот самый второго этажа ага да до свидания на лычички надо поработать господин данки задание выполнено тоже убежал опа так а вот так вот 410 ты представляешь что это такое 410 опа в бюргере подозрительный индивидуум в кожаном плаще на голое тело показывал писю официантка мила уверена что она только что подала двойной чикен и диетическую колу опасному преступнику портрет которого виделось сегодня утром в новостях преступник сидит за столом у окна и доедает бургер сто процентов ошиблась не верю пожилая ошибка не верю так и еще знаете что хотел посмотреть нам бы в смену все габелла ладно так эти приехали руины а я так и думал официантка обозналась приняв отставного официана фрэнка за преступника а за ложный вызов пожалуйста по первой ссылочке не забываем шить такое мистер бойт мой вышибало словно наелся своей любимой мексиканской еды не выходит из туалета клуб boys and boys братан твой звездный час братик у тебя смена просто лучшая смена элитная я бы сказал давай братан береги как говорится голову закрывай о-о-о-о угроза сама выпила голый мужчина с канистры бензина в руках угрожает поджечь себя если его любимая жвачка не войдет в моду смотри у нас вот этот с лычкой да давай чтоб прям наверняка затащим я думаю так спасибо братан спасибо за платную сапку давай сейчас будет нормально сейчас вот эта смена у нас все час нормально будет отча по извините но я увольняюсь за один вечер я заработал больше чем у федералов типа платят за месяц он сам уволился ой 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 как какая же и кой как неожиданно и приятно давай братан о по благодарю сюда сюда понял но скрылся и скрылся чё бухтеть поймали хорош а вот я говорил я говорил надо лычки обязательно давать через одного преступник пойман офицера невредим вот это короче баф очень хороший на то что прокнет кладмен ну чё у нас все нормально один уволился все хорошо то здесь еще задание которое надо успевать взять то есть ты можешь не успеть взять задание и соберете фон лайф а иска диска враги используют феминистка чтобы разрушить занят всякий раз когда в моем опустевшим доме раздается стук в дверь я надеюсь что на пороге окажется моя жена лора которая как всегда забыла свои ключи здравствуйте меня зовут стив а вы джек бойт не так ли для того чтобы добраться до моего порога этим парнем с библиями приходилось прийти около миля от автобусной остановки перепрыгивая через грязевые лужи огибая мусорные я вас спасибо лора совсем не отличающийся религиозностью говорила что уже одним своим отважным безумством эти люди отдайте свою квартиру мне хотелось приобнять этих парней посидеть с ними на крыльце выкурить по сигаре но через месяц после ухода лоры я смог лишь тихо попросить не беспокоить меня сегодня грубо захлопнул дверь перед носом пройдет еще пара недель и я буду отгонять всех кто осмелится подойти к входной двери стабильным пистолетом в руке в моей жизни самые банальные вещи всегда происходят самым небанальным образом обычно жены прежде чем уйти из дома устраивают сцены или как минимум пытаются навязать серьезный разговор но лора просто исчезла обычно дети в таких историях всегда выступают на стороне матери но все три наших сына поддержали меня обычно родители жены всегда обвиняют мужа в том что он сделал их дочь несчастной но салия матери лоры у нас теперь что-то вроде союз про мужчину с которым теперь живет лора еще не только то что он горится и в сыновья говорят ему лет 30 не больше из всех возможных фактов которые мужчина может знать о любовнике своей жены мне достался самый болезненный к счастью мать лоры позвонил ребят салли думает что этот парень просто решил повалять дурака созрели кстати и очень скоро он вновь начнет поглядывать на студенток из колледжа у нас салли уговор она найдет лору попытается образумить ее и устроить нам встречу а я до поры до времени не порчу все своим вмешательством конечно ситуация безумная я шеф полиции и заверил поиски своей жены старушки вооруженной телефонной книгой но мне не хотелось терять союзника в лица салли так что пришлось на время проглотить свою гордость алё алё миссис марком это будет о есть какие-то новости это я у вас хотел спросить вы хоть что-нибудь нашли адрес телефон вы говорили с ней не волнуйся джек я уже сузила круг всего до двух подозреваемых или как вы там любите говорить в своей полиции в моей полиции мы можем найти человека гораздо быстрее чем любопытная старушка обзванивающая подружек моей жены ты сам уже старик джек опомнись на улице нас с тобой приняли бы за ровесников но у меня есть энергия джек может тебе я и кажусь маразматичной старухой спорю про байрон и это дает мне энергию я разговариваю со своими собачками и это дает не понятно а у тебя нет энергии джек у тебя даже хобби нет не да ты мне еще давай тут меня нога в тиг вгони возвращаться к этому сали найдите мою жену а потом и обсудимые хобби я жду звонка но скоро мое терпение иссякнет лора если ты разлюбила меня я не буду добиваться от тебя невозможного просто не дай мне погибнуть ладно прям жалко нашего героя я слишком устал едва держусь на ногах чего завтра приходим а чё кто работать то будет у вас тут три коллеги алё и чё делать давай хотя бы так то не ну а чё ценный сотрудник нам надо навстречу идти ну чё сейчас работаем чё о боже о о о о о о о о о так вот этот маньяк стопроцентный маньяк а не но вот этот кстати нормальный к 100 по б правильно сейчас смена а работает нанимать надо в б потому что там девочка ушла там девочка ушла я лучше надо война оба парковку мэрия уборщица мэрии увидела как пожилой мужчина 54 лет из города самары бьет дорогие автомобили на стоянке длинным железным прутом ублюдки воры кровопийца но пожалуйста пожалуйста то есть ну как бы вот и лето пришло ла 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 ублюдки воры кровопийца это великолепно ну что давайте вот так вот попробуем если кто-то совершил серьезное преступление скрылся к делу подключается детективы о по ух не шутя это и ты шо такое у чего борца за права чернокожих ронни мура застрелили прямо возле его дома у по так муди надо за решать давайте еще всех туда бросить ой 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 так ты не надо важный казалось бы причем а он горит стал и пошел представляешь кто пошел куда встал казалось вообще о чем мы разговоре непонятно я тоже не знаю не понимаю так биржа понятненько зачем всех чтоб сразу тут началось у кого камеру наблюдения закрепил упаковки машину числящийся в угоне сейчас тут пойдет спецназ бабка 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 ты сможешь поехали сейчас жестко начнется а чуть-чуть подожди что произошло подожди что это такое короче он вышел потом что-то та-та-та-та-та и это что это такое преступники сидели в седане и стреляли вроде из автомата я не разглядел это а мы опрашиваем до кого-то я слышал несколько приглушенных хлопков из автомата но приглушенные хлопки ясно шляпа он явно получил по заслугам давно напрашивался на проблем последние дни много с кем ругался много с кем рубался я не запомнила машину а звуки были очень тихие и я подумать не могла что это выстрелы значит все сходится к тому что с глушака долбанули то есть заказуха да то есть вот эти два не врут сидели до из автомата они стреляли из пулемета это и зенитной установки полиция в наши дни ничего не делает я сам данный тагиб вышел за лекарством я чуть не сбил какой-то идиот сейчас можно договориться к 100 он упал на взлить что отсюда стреляли то есть а опа отчет порча опа молодец растет растет пополнение растет чего чего увольте всех чернокожих копов российская банда в последнее время достал намного проблем эти люди вы следующий чернокожих горожан сбывает их до смерти станция нам нужны два дня чтобы уволить всех чернокожих сотрудников избежать у нас все нормально а у нас все в смысле это и все поступил новый вызов дурак подозрительный индивидуум многодетную мать кори рамзи беспокоит подозрительно мужчина в бифокальных очках что такое бифокальные очки кто-нибудь напишите устроишься на скамейке напротив детской площадке он наблюдает за детьми больше часа регулярно фотографирует их у нас не штатная ситуация у по угон пригород а шо-шо-шо вмешно обыскать латцы ребята хорошо работаете четвером не поймали о боже мистер бойт я открываю первый клуб восточных сеноборств хочу провести показательный поединок где один из моих учеников сразится вашим лучшим копам не но если это прокнет окей я ночью она тоже вроде как это бабуля я чувствую сейчас здесь начнется от работ хорошо хорошо раскрываемость растет убийство отчет опа 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 сюда ваших детективов есть первые зацепки по делу на кадрах которые они приносят вам изображены варианты того что могло произойти на месте преступления кадры могут быть как верными так и ложными чтобы отличить одни от других внимательно изучайте материалы дела чем больше детектив работ над рослями чем выше их профессионализм тем больше их догадки чтобы выйти на поздреваемых вам нужно сложить последовательность событий на месте преступления используя кадры с догадками если сложить последовательность не удастся вероятно у вас нет еще нужных кадров так преступники дальше допрашиваем преступники сидели в пожилом седании а стреляли вроде из автомата я не разглядел но два против одного значит произошло я думаю что это лажа про седан видите говорят я думаю что пистолет с глушаком и вот эта машина я не верю никто не запомнил сразу машину чисто пожилой седан я думаю что вот так вот так кстати отсюда папа сюда три полицейский бармен сообщил что торщицы поссорились из-за чаевых и начали драться понимаешь прямо на подиуме срывать себя нижнее белье бабуля жестко врываешься сразу в стоечку и челюху на охраннику чтоб неожиданно был опа сюда драка из вара поступило сообщение о драке между посетителями охраны заведений выпиши мужчина залез на сцену во время выступления местной певицы попытался спеть с ней дуэтом в ее микрофон до выезжаем я там попою быдло шеф я почти прищучил это вы сколько 380 ты мать ни хрена себе там брюс ли сейчас пойдет сейчас знаешь начнет опа рубилова на сцене на подиуме дерутся женщины пьяный охранник спит в углу под выше клиента внимательно следует происходящим выключить музыку и зажечь верхний сайт датать пистолет выключить музыку всем сосать стриптизерша продолжает драться не обращая внимание залезть на поле попробовать раздать девушку попросить у бармана ведро холодной воды облить дерущийся это баба надо на них плескануть работает как часы кто здесь папа вот обращайтесь если что потому что офицеры все невредимые все вернулись домой бабуля получила плюс 10 вопросы просто с ведра катил этих шалопаю пусть дерутся горит вот пожалуйста п профессионализм опа ой хорошо слушайте вот эти вот две барышни очень хорошо работают очень хорошо работают драчка то в ресторане тоже смотри они их по повязали тоже это дедуля неважно смысле дедуля что вообще легчайше смотри вообще легче легка легкая вообще согласись так вот не давайте тут без вот этого приказать работает завтра рой это дед вы получил отставной полицейский минусанул кого-то основной коп я думал что я не буду никого не все мужчине нужен сарай чтобы хранить все то что нельзя принести домой для 30 назад когда я всерьез увлекался сельским хозяйством его я тащил в дом что попало после дня проведенного в поле я приходил домой с ведрами лопатами в грязных сапогах моментально превращая гостиную в помойку тем не менее было кое-что что я быстро стал хранить только в сарае труба труба много труба вы отрезанные уши прошу прощения опана поменьше держи таблетки дома потому что каждый раз когда я собирался принять тройную дозу кто-то стучался в двери моей спальни теперь кто-то стучится в двери моего сарая что ж ладно не каждый день кто-то хочет навестить твой сарай ой за все те годы что мы работали с кендриком вместе он ни разу не был у меня дома мы напивались барах ездили на рыбалку ходили в горы однажды даже потрались браконьерами потрались браконьерами приходил к нам на семейный ужин ни разу мы не смотрели с ним вместе футбол и вот теперь он неожиданно нагрянул ко мне в сарай я старался выглядеть невозмутимым словно каждый день принимаю гостей в сарая особенно гостей с личной охраной но проницательный кендрик явно уловил смущение на лице извини за сюрприз джек мы увидели из машины как ты шел сюда я пройду на минутку эти люди давление давление пошло пошло пожилое давление и давно ты ходишь с телохранителями это люди сэнда джек да теперь ты появляешься на людях в сопровождении мафии джек сегодня ночью я уезжаю вернее улетаю беру дженни и девочек и исчезаю больше мы с тобой не увидимся у меня будут новые документы новое имя новая биография все новое а в газетах пишут что ты еще неделю проработаешь в участке если я не скрою сегодня другого шанса уже не будет как ты мог заметить мне во фрибурге теперь не слишком-то рады пока мафиозные друзья смотрят на твой отъезд джек если я не улажу с ними все дела в ближайшие часы они начнут убивать меня мою семью моих самых дальних родственников бог мой джек я даже не знаю кого еще не могут убить они узнали о том что я попытаюсь бежать и потребовали чтобы мы закрыли контракт сегодня же же контракт фрэнк серьезно ой крыса может юрист чел чтобы все оформить сейчас не время джек прошу тебя у меня перед ними обязательства до защиты свидетелей да но им нужны связи в полиции я не могу просто вернуть им деньги с мафией это так не работает если кто-то кому я могу доверять не прикроет меня мне конец не 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 я бы не просил если бы не боялся увидеть сегодня вечером своих дочерей разрезанными на куски любой на моем месте прочитал мы лекцию о том что раньше нужно было думать о дочерях я не стал его мучить как бы теперь не повернулась судьба кендрика мучение ему достанется в избытке о боже да но это гонево ну по факту наш старый друг пришел покаяться типа ему надо срочно свалить по-хорошему это вообще его проблема но ты представляешь если мы согласимся что будет ребят но я и вот он прикрывается у меня там дочери еще что-то по факту мы вообще ему не должны помогать потому что но это это же конченый я бы не стал соглашаться я не знаю вот ребят кто на ю тубе будет смотреть но на стриме очень многие отказываются не хочу нет я не буду читать тебе лекции фрэнк мне нечего тебе сказать мне жаль твою семью надеюсь им повезет но это мы себя подставим я ну типа взяточнику помогать ну такое не знаю я я подкипнул ребята не знаю прав я или нет но это мой выбор у моей собаки сегодня день рождения завтра приходим собираюсь на работу я случайно разбил зеркало зубной щеткой мой папа всегда говорил что в семье что семь лет неудач нет совсем охренели что-то спаяться не пойму тут усиление начинаю я сейчас реально в виду усиление я сейчас просто в виду его и все у собаки день рождения совсем дурачок что сейчас будет плана на кондо как бы вы не относились городской администрации ваш полицейский участок находится в их власти чтобы улучшить свои рабочие условия вы должны отправить соответствующие запросы в мэрию то есть еще надо из мэрии тоже это решение мэрии зависит от того насколько они довольны вашей работой отправлять запросы можно не чаще одного раза в пять дней мэрия может полностью отказать вам или удовлетворить типа частично конечно слоты быстрее думай может быть уволить ребят у меня сутки остались чтобы уволить всех этих или взять его бросить да куда-нибудь взять его бросить прям вообще просто упарываться в него жалко типа тоже но какие-то типы я буду сотрудник уволить не буду пойдет значит пойдет в кафе с самого утра спит грязный бомж который регулярно писает под себя писает под себя да братан грустный так бабосики это ваше недавнее жалование завтра истекает срок блин не буду о по ограблению слышу здесь сейчас что-то жесткое сейчас тут пойдет тот спецназ женщину виду своего окна как винный магазин напротив вошел мужчин с пистоле у о сереже так братик а ну-ка поехали к погнали чё не слышь здесь надо реально разрулить давайте с офицером со спецназом с мигалочками жестко прям на вертолете как шо поехали все спецназ там я сейчас нормально не ли не сейчас будет драка жирой к жилой извините квартал позвонил продавец хот-догов который вел как на тротуаре сцепились два двойника и лэспресс лани ругаются на испанском битру друга микрофонными стойками я думаю что разрулит блин вот вот то что у макроя бомжа не смогли поймать который обоссана лежал на скамейке так эти приехали у магазина есть два выхода и несколько людей убегают оттуда поехали оба обрываемся мужчина чулком на голове заметил полицию взял заложники кассира преступник прицелит вы ее мать бросаем оружие нас по нам сразу стреляют давай попробуем попробуем немножечко чтобы все об грабитель занервничал не стреляйте грабитель занервничал не стреляйте я прошу вас не просто нужны деньги я возьму немного уйду никто не пострадает кассир начинает плакать сказать грабителю что он покинет этот магазин или в наручник или мешке для трупов ни в коем случае убьет пообещать не стрелять глобитель если он отпустит заложника да ой хорош у ю ю ю ю ю саша ох папка красивый сделал под конец серии жесткого еще просто сюда просто согласиться красиво это лайк стопудовый и спецназ все отработало все как часики так шо ограбление центр гола города антикварное китайское жили ожерелье не понял сегодня очень жарко многие отправляются купаться на прошлом деле на пляж юзбу утонули 4 человека при спаде нашу пожалуйста просто смотри давай расскажешь потом так сейчас вернуться ребята хорош ой хорош тушь у нас так бабка сейчас по проапгрейдится нормально а успеем или нет успеет вернуться или нет или да или нет жестко должны успеть ну 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 на последний жестко сейчас я там ворвусь слышьте вы сейчас тут начнется тот на выставку эксплуатации или секс ворвалась группа молодых людей балаклавка начала громить экспонатуры крикаем нам это здесь не надо пошло процесс кстати они как раз рядом нормально нормально все все хорошо ограбление центр города ну подождите немножечко так эти ворвались 8 секунд 7 секунд внезапно значит так джек в этом году организации фестиваля ну давай отправим этих ну давай бибу и бобу отправим что такого-то правильно пусть учится двух своих лучших стрелков ну типа окей давай ой 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 а шо по апгрейдом хорош поймали этих слышь который там этому беспредельно нету никого не успеет вернуться не успеет 4 3 2 1 охранники выходили напереку вели как подросток пишет матерные слова заняты все были пятьсот тридцать пять кто ты воин задание выполнено все нормально офицер не вредим главное нормально нормально главное среагировали роя роя все живы все хорошо все под пожилым контролем прикинь взять эту лучку дать и повышать пожилая несправедливость похоже завтрашнего дня придется проводить гораздо больше времени на работе теперь на счету не только каждый день но и каждый час слушайте но я вам так скажу давайте-ка мы приказать работать завтра вот так вот мы сейчас одно дело расследуем да давай мы завершим день блин мне больно интересно это расследовать вообще всех бросим туда уволь бабку да щас вопрос так буду увольнять что она ананас мистер будет тут только что был мужчина он передал вам вот это мужчина что за мужчина кто его пустил на этот этаж я не знаю никогда его не видела раньше я пыталась узнать его имя но он вообще не стал со мной разговаривать он в это время говорил по такому большому телефону ну знаете портативному оставил конверт и ушел черт ладно давай сюда конечно это бог быть фотомонтаж но я точно знал что сэнды не отпустятся до дешевых трюков кендрик мертв его семья мертва и умирали они долго и мучительно но кристофер сент не пытался вызвать во мне страх или омерзение напротив было в этом послании какая-то профессиональная строгость мафия лишь констатировала факт если я не захотел работать на них они заставят меня бойт доброе утро джек мне тут сообщили что ты только что получил мое с кем я говорю о извини все время забываю что люди не узнают мой голос хотя уверяю тебя джек если бы я сейчас сидел перед тобой ты бы без проблем узнал меня как если бы я был членом твоей семьи может быть даже лучше чем жена может придать никто не застрахован от этого я не разговариваю с людьми которые не представляются чему это ребячество ты не в том возрасте чтобы отворачиваться от незнакомцев да и я тоже вокруг нас стариков остается не очень-то много друзей если ты настаиваешь джек то можем познакомиться официально вообще ничего не боится короче чем вы зарабатываете на жизнь вы узнаете об этом узнаете столько сколько ни один простой полицейский не надеялся просто прикинь напрямую звонить вы теперь не простой полицейский не выключайте телефон начинаем сегодня же 8 из 10 так я называю принцип которого я придерживаюсь самого первого дня на должности я должен позвонить своим коллегам и замять два преступления из десяти чтобы они помогли мне с оставшимися 8 80 из 100 800 из 1000 я гордился этой статистикой для фрибурга не так уж и плохо я только что официально стал мафиозной шлюхой я должен бояться за свою жизнь за жизни жены и детей но единственное чем я могу я не мог ничего сделать ребята принципа 8 из 10 всего-всего предусмотреть невозможно в этой игре удивлен и поражен вот так вот я сформулирую свой отзыв касаемо этой игрухи неожиданно думал все более проще и линейно отправляй на задание но нет помимо основных заданий ты принимаешь очень глобальное решение все равно не жалею наверное я не мог ребят предугадать что этих всех завалят потому что по идее они должны были уехать типа за сейвится и на это был расчет но он знал с кем он играет что с мафии шутки плохи поэтому в общем то как то так оценку ставить не могу но она очень понравилась и лично от себя я наверное в этот раз скажу что да я бы еще поиграл в эту игру поэтому как только серия выйдет на ютубе а выйдет она очень скоро ставьте лайк пишите комментарии если конечно не сложно давайте таким то же образом пообщаемся блин мне зашла игрушка я бы наверное прошел вообще всю и целиком так что спасибо за внимание с вами как всегда был я лёха hardplay спасибо за подписки за лайки но это была рубрика давай глянем удачи